Уважаемые коллеги, уважаемый президент, доброе утро. Я представляю Институт Петербургской нефтезиопомнологии. Тема инфильтрата в лёгком и в диагностике в ГЛАИ остаётся очень актуальна, и дальше об этом скажу и покажу некоторые клинические случаи. К определению, инфильтрация лёгочной ткани представляет из себя уплотнение ткани лёгкого, в основе которого лежит проникновение в лёгочную паренхему, стромы и заполнение респираторных пространств патологическим субстратом. Это может быть абсолютно разный субстрат, жидкие волокна и клетки. В это понятие входит несколько лучевых паттернов. Это, безусловно, паттерн по типу матового стекла, уплотнение или интерсоциальная инфильтрация, консолидация или альвеолярная инфильтрация. Я позволил себе ещё сюда включить паттерна масса или солено-объёмное образование более 3 см, потому что иногда паттерн консолидации массой может стираться и границ, в зависимости от наличия симптома бронхографии и размеров инфильтрата. Среди методов лучевой диагностики особо выделяется рентгеновская компьютерная томография, которая является метром экспертной диагностики. С помощью этого метода мы получаем максимум информации, которая нам необходима для диагностики. В чём же сложность диагностики? Большинство заболеваний лёгких не имеет абсолютно специфических признаков в клинической картине и радиологической. Врач-рентгенолог обладает ограниченным количеством лучевых симптомов, которыми могут проявляться несколько заболеваний, но они проявляются очень похожими симптомами. И нас очень сильно путают. И нетипичная радиологическая картина заболевания, которая может быть не готова, которая нас запутывает, нам она не очень привычна. В диагностике инфильтрата очень обширная, это самые разные заболевания, которые могут проявляться разными паттернами. Но классической триадой в нашей практике являются три диагноза, чаще всего. Пневмония, туберкулез и рак. Я на этих диагнозах и сфокусирую своё внимание. Инфекционное пневмония известно всем, что она может проявляться с тремя основными клинико-рентгенологическими синдромами. Это плевропневмония, появляющаяся паттерном консолидации, бронхопневмония, очаговые участки воспаления на фоне бронхита, интерциальное пневмония, проявляющаяся симптомом матового стекла. А ведущими, решающими, на мой взгляд, факторами, пунктами для диагностики, когда мы уверенно заключаем, что наиболее вероятное это понимание является клинический показатель проявления ОРЗ на момент исследования или незадолго до него. И положительная динамика генологической картины за относительно короткий временной промежуток, спонтанно или на фоне антибиотической терапии. И вот конкретный пример. Положительная динамика через 20 дней на фоне антибиотикой терапии. При этом при первичной диагностике у пациента уже не было активных жалоб, и рентгенолог предположил преимущественно диагноз опухоль. Проблема начинается, когда изменения сохраняются в длительный период времени, превосходящие ожидаемые сроки, 2-4 недели. И это даже происходит на фоне клинического улучшения, на фоне проведенной антибиотикой терапии. Это персистирующая пневмония или медленно разрешающий вариант пневмонии. Это основные факторы, которые влияют на такое течение сложное. Факторы, три первого столбца, связанные с непосредственным диагнозом пневмония, который зависит от возбудителя статуса пациента и особенностей заболевания самого. И самый интересный столбец, это альтернативный диагноз, когда эти изменения на самом деле оказываются абсолютно другим диагнозом. Примеры такой длительной текущей пневмонии. В течение нескольких месяцев многократный курс антибиотикой терапии при бронзокопии выявлена причина их. Трубцовый стеноз нижнеделевого бронха, который нарушает эвакуацию слизистогнойного содержимого и поддерживает воспаление. Еще один вариант относительно длительного течения инфильтрата, маленького, в средней доле, на фоне асимптомности абсолютно случайно выявленный инфильтрат, до момента положительной динамики, первой прошло целых 2,5 месяца, промежуточный контроль был без динамики, даже на фоне антибиотикой терапии, но она все равно наметилась. Одной из причин такого затяжного течения персистирующего инфильтрата после пневмонии может стать формирование вторично организующей пневмонии. Известно, что пневмония инфекционная может индуцировать развитие организующей пневмонии. Это происходит за счет того, что полноценно не эвакуруется эксудат, он задерживается, начинается его организация, поддерживается воспаление, формируется полиповидное разрастание, в бронхиолах и альвеолах, что формирует паттерн организующей пневмонии. Ну и также сохраняются признаки хронического воспаления, микрообсессы, фиброзы. Это то, что мы можем выявить при морфологическом исследовании. Вот такая вот картина, которая представлена на картинках, она взята из статьи японских авторов 2001 года. Все пациенты были рефицированы, большая часть с подозрением на опухолевое образование легкого, действительно очень похожая, особенно на аденокарцином, некоторое образование. И большинство пациентов не имело в анамнезе четких указаний на перенесенную пневмонию. Чаще всего такие пациенты, особенно при отсутствии в анамнезе указаний на пневмонию, и активный жалоб подвергается морфологическому исследованию, так как врач не может просто четко диффицировать изменения от опухоли, и эти изменения долгое время могут персистировать, путая нас в диагнозе. Инфильтративный туберкулез легких – одна из самых часто выявляемых форм вторичного туберкулеза у человека. Характеризуется формирование инфильтрации вокруг свежих или старых туберкулезных очагов со склонностью к быстрому прогрессированию. Вот конкретный пример развития инфильтративного туберкулеза на фоне очагового молодого пациента. Мы все, наверное, знаем классические типы инфильтратов, которые перечислены в тезиатрической литературе, связанные с распространённостью объёма поражения при инфильтративном туберкулезе, ограниченные инфильтраты бронхолобулярной округлой и распространённые облаковинные пересурыты и лоббит. Но главное не выделение этих конкретных типов, а установление диагноза инфильтративного туберкулеза, чтобы правильно направить пациента. Я попытался выделить основные ключевые признаки, которые в совокупности помогут поставить этот диагноз. Это клинические признаки. Бессимптомная маловыраженная клиническая картина, возможно, был контакт с туберкулезным пациентом, и рентгенологические признаки. Типичная локализация первого, второго, шестого сегмента, хотя и не обязательно абсолютно. Наличие инфильтрата, перифлокальных очагов, деструкция, отсевы в другие отделы лёгких и полимортов с изменением, с наличием кальцинатов, туберкулум, признаков старого туберкулёзных изменений. Хочу обратить внимание на абсолютно особый тип инфильтрата. Это участок, в основном, матового стекла, имеющий такую очагово-нодулярную структуру, очень интенсивно-нодулярную. Формируется такой инфильтрат в основном за счёт, главное, его патогенез, местного лифогена, распространенного возбудителя, с формированием кренулёвого интерстиции, что и формирует такую картину. В основном, воспаление достаточно продуктивно течёт, формирует картину, которая может быть сходна с опухолевым процессом, в первую очередь аденокарциномой. И вот пример динамики этих изменений на фоне противотуберкулёзного лечения. Это достаточно редкий вариант инфильтратинного туберкулёзного поражения. И в конкретно нашем институте все примеры верифицированы инвазивным путём при чрезберонхиальной лиописи. Ещё один пример сложной диагностики. Такое уплотнение неправильной формы с лучистыми контурами, с узловым компонентом, активно фиксирующий радиофарм препарат, 5 с ЮВИ, достаточно высоко, подозревалась опухоль, но на истологическом исследовании оказалось формирование туберкулума после инфильтратинного туберкулеза. Поражение солитарное, без очагов вокруг. Не самый сложный диагностический вариант, но была выбрана не совсем правильная тактика инфильтративно-очаговое изменение в первом, втором, шестом сегментах правого лёгкого, даже с участком деструкции, в шестом сегменте СИИ, сочетающийся с поражением костей, деструктивно с мягкотканным компонентом в ребре. Пациент прооперирован в онкоучреждении, выполнена в ЭТС-биопсе резекция первого-второго сегмента. На гистологии оказалось гранатозное воспаление с некрозами, которое подтверждено при пересмотре института фтизипульмологии. И вот динамика после 3 месяцев при этом не назначена противотуберкулезной терапии. Пациентка просто отпущена. Прогрессирование процесса. Уже мы имеем миллиардный диссеминированный туберкулез и прогрессирование костных изменений. Уже видим достаточно типичную картину для спондилита формирования секвестров крупных, особенно для туберкулезного спондилита. Адена-карсонома легкого в 2011 году вышла в свет новая классификация. Теперь бар понятия не употребляется, но разделено на несколько типов в разных местах классификации. Но эти опухоли характеризуются стелящимся ростом или компонентом со стелящимся ростом. Основным паттерном является ключевым стелящимся ростом матовое стекло. Может быть сольданный компонент, может появляться консолидация с включением воздушной бронхографии, чейстые структуры, воздушных полостей, чейстые контуры, склонность к диссеминации, мультифокальному распространению. Наиболее привычная для нас картина сложилась для узловой формы, которую мы часто узнаем. Вариант маски аденокарсонома узловой, два фокуса уплотнения, причем верхняя как раз субсоленность с лучистыми контурами, ниже треугольные формы, фильтрат в динамике, в нижней доле уплотнения уменьшается, а в верхней доле достаточно стабильно. У пациента выполнена операция, после сегмента дактомии опухоли у клеток не выявлено, выявлено хроническое воспаление и фиброз. Образование перемочится соленной структурой на КТ, более однотипные, они более узнаваемые, мы обычно сразу же подозреваем в первую очередь опухоль. Но вот пример 76-летнего пациента, у которого в анализе был туберкулез, он разрешился формированием туберкулеза, причем не в самом типичном месте язычковой сегмента. В 2014 году выявлен инфильтрат даже с распадом, и в том числе подтвержден на КТ, пациенту диагностирован рецидив туберкулеза. В 2,5 месяца пациент лечится без динамики, но все-таки это насторожило врачи, они отправили его до обследования, после удаления изменений радикальных выявлен плоскоплеточный рак. Вариант трехгодичного наблюдения за пациенткой, которые ставились преимущественно на понимании абсцесс, и она имела, в общем-то, проявление ОРЗ и лихорадки, начиналось все с такого локального инфильтраца с пластями, все это прогрессировало, с кистозной перестройкой, нижняя доля уже совсем сократилась в размерах, представляет из себя кисты, инфильтраты распространяются на другие отделы легких. Это оказалось муцинозно-наденокарциномом, но только уже в 2016 году, когда пациентка наконец-то отправилась на верификацию. Вообще, что касается инфильтративных, диффузных и мультифокальных изменений, они часто на первом этапе проходят как пневмония, особенно если имеют клинические проявления, воспалительные, индексикационные, их какое-то время лечат от пневмонии, иногда даже от туберкулеза, но картина, естественно, в легких не меняется, иногда прогрессирует и к отчаянному точку вносят здесь морфологическое исследование. Как известно, центральный рак с нарушением проходимости в конечном итоге бронхов может привести к абтурационной пневмонии, в том числе диструктины, которая на первых этапах опять же может распознаваться как пневмония, пациент лечится, изменения рецидивируют, реписертируют, ну и в конечном итоге пациент верифицируется, особенно важно здесь выполнение КТ с контрастированием, которое уносит большую ясность изменения с выявлением образования в корне. А вот пример пациентки 63-х лет, у которой первоначально подозревалось центральное образование корня правого легкого с наличием прикорневого инфильтрата, дополнительных образований в обоих легких, вот эта картина на КТ, инфильтрация, распад, от эректаз четвертого сегмента, изменение бронхов справа, на бронскопии с последующим выполнением биопсии бронха и смывами подтвержден туберкулез бронхов с инфильтрацией прилежащих отделов и диссиминацией. Что же может помочь на этапе лучевой диагностики в постановке правильного диагноза? Чтительный сбор с аналитических клинических данных, надо не забывать, что рентгенолог остается клиницистом, тщательный анализ рентгеновского архива, если он есть, выполнение обязательно на компьютерную томографию, которая вносит, опять же, ясность, большую ясность изменения, ну и при необходимости рентгеновский контроль. Переходя... Вы правильно посмотрели на часы. Извините. Выводы. Лучевая диагностика не всегда нам помогает в постановке диагноза, крайне важный, мунидисциплинарный подход, сотрудничество клинициста, рентгенолога, врача, лобородонной диагностики, эндоскописта, патологоанатома, и в особо сложных случаях, непонятных, диагноз базируется на морфологической верификации. И работая в сплощенной команде специалистов, мы сможем достичь своей цели, поставить правильный диагноз. Извините за превышение регламента, благодарю за внимание.